И снова здравствуйте! Сегодня это уже второй выпуск. Вот и пришла пора, и все компании активно заявляют о себе. Правда, всё пока в рамках CS. Прежде чем я перейду к главной новости этого выпуска, я хотел бы, наверное, порадовать тех из вас, у кого монитор с AMD FreeSync, а видеокарта GeForce. Nvidia решила начать сертифицировать некоторые FreeSync мониторы как мониторы G-Sync совместимые. Вот здесь вот проводится чёткая грань полноценной G-Sync и совместимость G-Sync. И хоть в списке на сегодняшний день пока немного моделей, вполне возможно, что после какого-то очередного обновления драйверов и на вашем FreeSync мониторе вы сможете активировать режим синхронизации с переменной частотой развертки. Возможно, гарантии нет никакой абсолютно. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я сейчас советую владельцам видеокарты Nvidia в срочном порядке бежать в магазины и покупать FreeSync мониторы, так как они могут оказаться дешевле своих аналогов с G-Sync. Как всё это будет работать на практике, ну, предстоит ещё разобраться. Ну, а теперь к главной новинке этого выпуска от Nvidia. Вопреки настойчивому желанию новостников текстовых изданий подарить миру 11-ю серию мобильных процессоров и прошлогоднему хайпу от Lenovo с их ноутбуками на базе GTX 1160, на этой выставке CS Nvidia представила видеокарты RTX 2060 для ноутбуков и дисктопов. То, что дисктопная версия 2060 будет RTX, подписчики нашего Telegram-канала знали ещё до Нового года. А вот про мобильные видеокарты всё прояснилось вот только вот сейчас. Да, это тоже RTX, то есть с RT-ядрами и серия 20-я. Дисктопная видеокарта RTX 2060 построена на GPU TU106 и имеет в своём распоряжении 48 блоков растровых операций, 1920 ядер CUDA, 30 блоков Ray Tracing и 240 тензорных блоков. Базовая частота GPU 1365 МГц, частота в режиме Boost 1680. Разрядность шины 192 бита. Объём памяти 6 гигабайт GDDR6, 3 гигабайтной версии пока не представили. TDP вот этой версии 2060 составляет 160 ватт. Цена дисктопной видеокарты совсем не демократична и не идёт ни в какое сравнение с 1060. Официальная российская цена 32 тысячи рублей. Ну, оно понятно. По идее нам показывают сейчас замену для 1070 или даже для 1070 Ti. И это уже увидим мы на этапе тестов. Однако, в отличие от GTX 1070 и GTX 1070 Ti, эта видеокарта будет обладать поддержкой аппаратного ускорения Ray Tracing в реальном времени и наличием тензорных ядер. А ещё там будет обновлённый NVN, что сделает её более удачным выбором для тех, кто стримит. Хотя, стримеры такие вот обычно привередливые и хотят железо помощнее. А тут 2060 вроде. Уже до конца этого месяца 2060 для дисктопов и ноутбуков должны поступить в продажу. У нас такая видеокарта уже есть. Успел ещё до Нового года подрезать единственный экземпляр у Asus. Но всё пока без толку, потому что нет драйверов, и до 9-го числа, до 9-го января взять драйвер негде. Кроме 2060 объявлены и старшие мобильные чипы 2070 и 2080. NVIDIA позиционирует их как GeForce RTX. Лучшие для игр сегодняшнего дня, готовы к играм завтрашнего дня. Но ко всему этому многообразию можно добавить и софтовые обновления. Вот в пятый Battlefield, например, обещают завести DLSS. Уж очень долго идёт внедрение новых технологий. Некоторые про этот DLSS уже успели и забыть. На волне общего тренда RTX не нужен. Теперь пару слов о том самом 65-дюймовом дисплее с разрешением 4K. Тот, что со встроенным Shield, который представили в прошлом году. Появится первый такой вот телек в феврале за 5000 долларов под маркой HP. То есть NVIDIA как бы даёт возможность брендам, связанным с компьютерной техникой, HP, Lenovo, Acer, Asus, запрыгнуть в сегмент телевизоров. Где сегодня властвуют совсем другие компании. Sony, Panasonic, LG, Samsung и прочее. Ну и понятно, что многим из нас такие решения не по карману. И возвращаясь к 2060, пока конечно неизвестно, но если будет паритет с 1070 и тем более с D70 Ti, то получится, что её покупка может оказаться даже выгоднее. Так как мы нашли один из самых доступных вариантов D70 от CityLink за 34 тысячи рублей. Здесь часто бывают выгодные предложения. И если надо видеокарту уже сейчас, то обратите внимание на этот вариант. А ещё просто перейдя по ссылке на сайт CityLink, вы поддержите наш канал. Вам не сложно, нам приятно. Спасибо. AMD очень быстро реагирует на все изменения. Будь то представленные Intel или NVIDIA. И сразу же после анонса 2060 предложили миру свои Vega 56 по сниженным ценам. 300... 330 долларов плюс NDS. Ну, в каждой стране, в каждом там штате. Для штатов он разный совершенно. Разговор идёт о версии от Sapphire. Также Sapphire предлагает, опять же, по сниженной цене за 380 долларов Vega 64. И плюс к этому ещё и игры. То есть вот такой вот вариант на замену решений от NVIDIA вот прямо сейчас. Если вы их найдёте по сниженным ценам у нас в стране, можно будет приобрести. И на этом уже точно всё, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok